Люди с большим любопытством рассматривают удивительных пришельцев из других миров, которых нам предлагает отечественный и зарубежный кинематограф. Интересно, что и у нас на планете существуют животные, похожие на инопланетян. Вашему вниманию хотим представить 9 животных, внешний вид которых нам напоминает пришельцев. Итак, начинаем. Жительница Коста-Рики Антониета Мора наткнулась в лесу на странное паукообразное существо, которое скрывалось за ветками дерева. Женщина сказала, что она сначала подумала, что это кусочек моха, а потом богомол. Но, как выяснилось позже, это было не первое и не второе. К счастью, ей удалось заснять странное существо на камеру своего телефона. Позже она опубликовала его в интернете. Там сразу нашелся ученый, который определил вид насекомого. На самом деле таинственным существом оказался сверчок Марка Эспинаки. А его палочкообразный облик служит отличной маскировкой, которая помогает в естественной среде прятаться от хищников. Пожалуй, самым малоизученным видом акул считается акула-гоблин, обитающая в Атлантическом и Индийском океанах. Она необычна тем, что имеет очень подвижные челюсти, которые выдвигаются наружу, когда та ловит добычу. Как и все акулы, она питается рыбой, для ловли которой предназначены передние длинные и острые зубы. Но не откажется и от ракообразных и моллюсков. Именно для того, чтобы разгрызать раковины, приспособлены задние зубы акулы. Во многом такими редкими для наблюдения их делает тот факт, что акула обитает на большой глубине. Большинство особей видели на глубине 270 метров и 960 метров. Однако несколько таких акул было замечено на глубине 1300 метров. Датчанин, путешествующий по Малайзии со своей семьей, был шокирован, обнаружив странное существо, проскользнувшее у его ног. Необычная тварь походила на змею с головой, похожей на голову акулы-молот. Видеокадры с существом стали активно обсуждаться в интернете. Вскоре тайна заснятого монстра была раскрыта. По мнению зрителей, слизистая оболочка существа говорит о том, что это червь, а не змея. Оказалось, что этот червь так и называется червь-молот и имеет репутацию чудовища. Хищник использует свою слизь для того, чтобы поймать добычу, при этом он коварен и может даже выслеживать ее. После того, как жертва становится обездвижена, червь накрывает ее своим туловищем и выделяет желудочный сок на тело добычи и высасывает ее. Рыба-паку – это удивительное и необычное создание. Ее зубы квадратные и прямые. Они жутко напоминают человеческие. Паку – это южноамериканская пресноводная рыба, встречается в большинстве рек бассейна Амазонки и Оренока. Паку использует свои зубы главным образом для раздавливания орехов и фруктов. Но иногда она ест другую рыбу и без позвоночных. Эти рыбы не являются агрессивными животными, но их система челюстей может быть опасной. Один малыш нуждался в хирургическом вмешательстве после того, как Паку укусил его за палец. У Паку сильные тяжелые шлифовальные зубы в задней части челюсти, которые особенно важны для измельчения твердой еды. Как и у людей, эта уникальная комбинация зубов помогает рыбе быть всеядной. У этой странной лягушки раздутое фиолетовое тело с заостренной свинообразной мордочкой. И этим она отличается от любой другой лягушки на земле. Отчасти ее необычный внешний вид объясняется ее образом жизни. Животное проводит большую часть года под землей, используя свои короткие крепкие конечности, как лопаты. Амфибия способна углубиться в землю почти на 4 метра. Когда лягушки ненадолго поднимаются на поверхность во время сезона дождей для размножения, самцы кричат, чтобы привлечь самок. Не слишком оригинальный подход для лягушек. Но, как выяснили ученые самцы, пурпурные лягушки поют на свой лад. Они кричат из-под земли, спрятавшись под тонким слоем почвы, возле входа в узкие тоннели, заполненные жидкой грязью. Движения животных вызывают колебания тонкого слоя почвы, благодаря чему ученые могут их обнаружить. Перед вами пеликановидный большерот. Его также называют рыбой-пеликаном или пеликановидным угрем. Своё видовое название рыба получилась за огромной челюсти и кожистого мешка на нижней части рта, который помогает ей, как и пеликану, ловить добычу. У рыбы длинное до 50-60 см, тонкое тело без хвостового и брюшных плавников, лишенное чешуи и плавательного пузыря. Питаются большероты ракообразными рыбой и кальмарами. Хотя огромные челюсти мешок большеротов позволяют им заглатывать добычу в несколько раз больше себя. В их желудках не находили добычу длиннее 10 см. Большерот охотится на глубине 1000 метров в Атлантическом океане возле Азорских островов. Когда большерот раскрывает горловый мешок, то становится похож на воздушный шарик на ниточке. Это жуткое морское существо живет на морском дне. У него есть много больших и мелких щупалец, которыми он активно ими движет. Складывается впечатление, что существо прибыло к нам из другой планеты. Но на самом деле перед нами горгоноцефал. Он часто встречающийся в арктических морях представитель ветвистых афиур. В древнегреческих мифах горгоны чудовища со змеями вместо волос. Гаргону по имени Медуза убил Персей по заданию царя Полидекта. Извивающиеся лучи афиур действительно очень похожи на змей на голове мифической горгоны, способной взглядом превращать людей в камень, но эти иглокожие в отличие от нее ни в чем подобном не замечены. Диаметр диска взрослого горгоноцефала достигает 13 см, а длина распрямленных лучей 45 см. Таким образом, эта афиура-село развернутыми руками может занять площадь дна, равную почти квадратному метру. Звездонос отличается от других кротовых 22 наростами на мордочке, благодаря чему животное напоминает пришельца. Он является млекопитающим семейства кротовых. Этот вид можно встретить только в юго-восточной Канаде и на северо-востоке США. Его ключевое отличие от других кротовых заключается в необычной морде. Зверек орудует своими щупальцами настолько быстро, что человеческий глаз не может за ними уследить. Кроме того, ученые считают эти наросты самой чувствительной системой осязания из известных науки. Звездоносы – это еще и первые млекопитающие, которые могут чувствовать запахи под водой. Для этого кроты выдувают в воду пузыри, а затем втягивают их ноздрями обратно. Это и позволяет звездоносу улавливать запах. Каких только удивительных существ не встретишь в глубинах океана. Малоротая макропинна – это рыба из семейства апистопрактовых, обитающая в субарктических и умеренных водах Тихого океана. Макропинна имеет прозрачную голову, сквозь которую видно часть ее внутренностей и глаза. Когда на рыбу попадает свет, ее глаза приобретают ярко-зеленый оттенок. Это происходит потому, что в рыбе есть особое вещество, которое как бы фильтрует поток света. А то, что можно с первого взгляда принять за глаза, на самом деле – обонятельные капсулы. Крупные глаза со светосильным хрусталиком нужны рыбам для лучшего восприятия света в условиях его недостатка на больших глубинах. Направленные вверх цилиндрические глаза позволяют рыбам видеть силуэт добычи против света. Большую часть времени малоротая макропинна зависает в воде за счет движения широких брюшных плавников и просматривает окружающую толщу воды на наличие пищи или хищников. Субтитры создавал DimaTorzok